Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил ужесточение визового режима для граждан России. Я безусловно думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет это правильный путь. Мне не нравится, как и уверен не нравится никому из ваших радиослушателей, это он на BBC, смотреть на то, как жены олигархов или жены высокопоставных чиновников развлекаются или в Греции, или на юге Франции, или на супер яхте. Не нравится ему смотреть, да? А что же они все эти годы смотрели? Ну, по крайней мере, весь период деятельности Путина. Я не говорю про то, что это еще при Ельцине было. Ну, и крали деньги из России, в огромном количестве крали. Покупали роскошь, эти яхты, дворцы и так далее, на краденные деньги. Они не знали, что эти деньги крадены. Они думали, это по-честному заработанные деньги. Они это прекрасно знали. Им это все как-то нравилось. А теперь вдруг раз и разонравилось. Почему? Потому что Путин воевать начал, потому что может вообще и по Великобритании долбануть. Поэтому разонравилось. Ну, они что, не понимали, что вот это то, что они не обращали внимания на путинское воровство и принимали в этом участие отдельные их политики, да? И, может быть, даже политические группы были организаторами хищений такого глобального масштаба. Они не знали, что это потом их ударит хвостом, что? Ну, тогда они дураки, тогда их разгонять надо всех. Какие они политики? Если они не знают, как это работает. Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя, разважаю. Вот это весело. То есть, он бьет себя в грудь, что у него нет никакой собственности там, в Великобритании, что он там никогда не был, а с него санкции там сняли. Представляете, какая прелесть. И не знает, он не знает, как отбиться, да? Вполне, вот вы знаете, я вполне могу допустить, да, такое может быть. Ну, потому что Великобритания, как и другие страны Европы, они очень бюрократические. Это бюрократическая страна. Поэтому я вполне допускаю, что вот господин Разважаев является агентом или МИ-6, да, или какой-то другой спецслужбой Великобритании. И просто так случилось, да, что его из этого списка убрали. Потому что, ну, а что ж, он там не должен быть. Это же бюрократическая система. Они же не могут сказать, что нет, давайте его оставлять, чтобы морочить мозги и так далее. Поэтому, я думаю, ему доверия не будет никакого этому человеку. Даже если он это не так. Но я уверен чему-то на 50%, что это именно сработал этот вариант, что он, скорее всего, стукачок. Трасс заявила, значит, что в случае угрозы Великобритании, она, как премьер-министр, была бы готова применить ядерное оружие. Ее соперником на выборах является бывший министр финансов Сунак, да, Рейши Сунак. Но он, наверное, не будет заявлять о применении ядерного оружия. Тем более, я так понимаю, что у него, у его, по крайней мере, семейства неплохие отношения с Путиным. Поэтому, конечно, предпочтительней была бы Трасс в роли премьер-министра. Великобритания прекратила импорт российского топлива впервые с 1997 года. Интересно. А что до 1997 года она российское топливо не импортировала, что ли? А Бритш Петролиум создал совместное предприятие. Гораздо раньше, 1997 года, как оно там называлось. Даже саратский крекер был под этой фигней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова